Добрый вечер уважаемые телезрители в эфире студия Вечерний Дмитров. Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале в новом 2017 году. И как всегда, почти другом предлагаем принять участие в традиционном разговоре в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях благочины Сергея Дмитровского церковного округа, протерея Афанасий. От него мы узнаем о положении дела в Дмитровском благочине, о том, как прошли рождественские праздники и как следует готовиться к празднику Крещения Господня. К тому же у нас в телеканале будет прекрасная возможность задать свой вопрос нашему гостю. Так что звоните к нам по телефону 4-22-33, либо пишите на наш сайт www.dmitrovtv.ru Отец Афанасий, ну а в начале нашей беседы я прошу подвести некоторые итоги 2016 года. Насколько было удачно для вашего благочиния? Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие телезрители, дорогие дмитровчане. Я от духовенства благочиния сердечно поздравляю каждого из вас с праздником, с Рождеством Христовым, который идет еще. Сейчас у нас замечательный период между праздником Рождества Христова до Крещения, это период святок. Вот, и рад, что именно в этот период обычно в дни предпасхальные мы с вами общаемся в прямом эфире, а в этом году, в начале года мы с вами встречаемся в эти святые дни. Надо сказать, что прошедший 2016 год был, в общем-то, годом таким плодотворным, годом, ну и непростым, но с другой стороны, взирая на прошедшие месяцы, на прошедший период, могу сказать, Богу содействующего те желания, те планы, те достижения, которые мы хотели достичь с вами в плане церковного строительства, в плане церковной деятельности, в плане суработничества такого церковного, Богу содействующего мы это вот совершили. Особенно хочу поблагодарить всех тех людей, множество людей, благотворителей наши, которые участвовали, принимали активное участие в реставрации освященных в 2016 году храмов. Их у нас было 8. И надо сказать, что по примеру 15-го года, когда на территории района было освящено 10 храмов, 16-й год был вот таким непростым вот в этой области. Были освящены храмы Казанской иконы Божьей Матери в Нестерцево, Новосиньково, княжевладимирский храм, Ильинский в Синьково, святого пресвитера Павла Подьячева. И в Дмитровском благочении это Всесвятский храм в Деденево, Елизаветинский храм в городе Дмитрове и храм святителя Николая Батюшкова. Вот вообще подготовка храма к великому освящению включает в себя не только и не столько реставрационные работы, потому что да, мы понимаем те процессы реставрационные, которые необходимо сделать в каком-то приходе, да, те задачи, которые стоят перед строителями, реставраторами. Но, наверное, главная и духовная задача прихода, подготовки к освящению — это внутренняя духовная жизнь. Я вот могу сказать, что те благотворители, которые трудятся над восстановлением храмов, они настолько близкие, родные люди между собой и вот с тем храмом, в котором они трудятся, что это такое духовное родство сохраняется в течение всей жизни. Многие храмы в 2016 году осветил управляющий нашей епархией, митрополит Куртийский, Колумбинский и Веналий. Другие по благословению владыки митрополита осветил при освящении Шираман. И в течение этого года мы вас извещали, и вы могли быть участниками этих больших и замечательных торжеств. Мероприятий другого плана, связанных с сотрудничеством, с управлением образования, с управлением молодежью, с управлением социальной защитой, было тоже предостаточно. И они своей главной целью имели совместный добрый плод соработничества, проповеди веры христианской и активной деятельной позиции наших прихожан по проповеди и по участию в социальной жизни и интеллектуальной жизни нашего района. Ну понятно, но трудно как-то выделить, какой храм важнее, какой не важнее, но тем не менее, 8 храмов для вас самым дорогим, какой вы считаете, то, что состоялось в освящении? Знаете, самый такой яркий храм, который запомнился мне, это был храм святителя Николая Батюшкова. Вот надо сказать, что это... Один из старейших. Один из старейших, да, безусловно. И это храм 17 века. Была проведена под руководством отца-настоятеля, протерея Александра Фролкина, с участием благотворителя, огромная и, в общем-то, очень интересная реставрация. Потому что во время проведения реставрации были интересные моменты обнаружены в вкладке храма, интересные архитектурные решения, которые были, в общем-то, скрыты от нас раньше, до начала этой реставрации. Но работа с этим храмом, которая была начата еще протереем Александром Рожновым, когда храм только что открылся, которая была продолжена нынешним настоятелем, позволила во многом узнать историю прихода. Вообще, если вот кто еще не был из Дмитровчан, очень прошу и рекомендую посетить этот приход. Храм полностью расписан, храм очень интересный в плане архитектуры, в том, что он полностью асимметричен. Даже иконостас чуть смещен в сторону, царские ворота немножко в другом варианте сделаны и так далее. То есть, очень своеобразный. Очень своеобразный, да. И поэтому, каждое вот такое, какое-то несоответствие кажущееся, да, оно нам открывает немножко характер и вот жизнь тех людей, которые строили храм и в 17 веке, и в 18, и в 19, они постоянно перестраивали, постоянно что-то добавляли свое. Там очень интересные росписи, познавательные. Поэтому вот это как-то храм. То есть, храм с большой историей все-таки, да? Да, храм с большой историей. Я очень рад, что закончена реставрационная работа, хотя деятельность в этом приходе, она будет продолжаться и также активно, потому что в планах строительства дальнейшего деятельности, это строительство большого приходского дома, воскресной школы. И для меня вот это такой очень хороший знак к тому, что восстановление прихода, восстановление храма, оно благотворно влияет на самонаселенный пункт. Вот взять хотя бы пример города Дмитрово. С Успенского собора, с реставрации Борисоглебского монастыря, можно сказать, вот началось вот это преображение города Дмитрово, вот как в такой же мчужины Подмосковья. Понятно. Ну, мы продолжим эту тему, есть звонок, давайте на нее ответим. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоится в городе Яхраме. Меня зовут Праско Ивановна. Мне хотелось бы задать вопрос, а как бы нам, к кому обратиться, чтобы помогли нам восстановление нашего храма? У нас же храм большой. Мне бабушка рассказывала, что на нашей колокольни сидел снайпер, стреляли. У нас в квартире тоже были немцы. Как бы нам помочь? У нас все равно здесь предприятий нет больших, и нам помочь некому. Только надеемся на прихожан. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, одним из таких красивейших и больших храмов не только нашего района, но и, наверное, всего Подмосковья является Троицкий собор города Яхраме. И вот если, общаясь с настоятелями других приходов, других храмов, понимая масштаб той реставрации, которая может сдвинуть дело, значит, реставрации этого прихода. Очень большой объем работы предстоит сделать в Троицком соборе города Яхраме. Надо сказать, что внутренняя отделка храма под руководством настоятеля протерея Максима Брусова, она, в принципе, во многом уже закончена. Делаются уже боковые иконостасы, сделан пол, сделана котельная. Буквально не так давно сделана реставрация первого яруса колокольни этого собора, которая нуждалась в экстренной такой реставрации. Вы знаете что? Я думаю, что вот нет такого человека, который бы сейчас пришел и сказал, что в одночасье мы эти проблемы решим по реставрации прихода. Реставрация прихода – это дело и молитвы прихожан, дело их единства в этом вопросе, дело настоятеля. Но каждый год мы стараемся изыскать те возможности и с администрацией района, и с федеральными какими-то структурами по привлечению средств по реставрации этого храма. Я хотел бы пожелать Божьей помощи всем нам в этом деле реставрации, и первым, наверное, храмом, который требует нашего внимания, является, конечно же, Троицкий собор города Яхрам. От себя могу только сказать, что приложу все усилия для того, чтобы дело реставрации Троицкого собора было сдвинуто вот с такой точки. Но вообще реставрация этого храма продолжается уже очень длительное время. Очень длительное период. Нет, 15, наверное, точно. Да, но вот чтобы я не зря указал, что громный масштаб реставрации этого прихода. Допустим, несколько лет решали вопрос теплоснажжения церкви, это подведение газа, устройство газовой котельной. Там настолько современные газовые котельные, которые требуют определенного и контингента обслуживающего и так далее. Эту проблему решили наконец. Может быть, это незаметно, да? Вот или как вот ремонт фундамента, может быть, это не так заметно. Нет, ну обычно смотрите, как надо строить. Сначала же строят каркас, потом же тепло подводят. Нет, а здесь получается наоборот, чтобы приход жил. Чтобы приход жил, необходимо было решить вопросы коммуникации. Ну а за счет того, что внешние осадки, здания-то, наверное, снова продолжают разрушать? Да, здания. Я бы не сказал, что внешние фасады храма, что они не начаты реставрационной деятельности. Вот западный портик собора, боковые портики собора, входы уже делаются. То есть, храм вступил в определенный новый период своей реставрации. То есть, вышли с внутреннего объема уже на внешний. Вы обратите на это внимание. Но портики собора, северный, южный и западный, они уже приобрели более-менее такой отреставрированный вид. Я думаю, что вот в этом будет наша первая с вами задача. Понятно. Просто помните, уже не один прямой эфир, уже как раз по Троицкому храму все время задают вопросы. Может быть, вместо того, чтобы закладывать новые, строить, может быть, все-таки усилия тех благотворителей, которые готовы вложить деньги, может быть, сюда направить? Я бы сказал, знаете, и этот вопрос нужно решать, и этот не забывать. Это все должно идти как-то одновременно. Потому что мы не можем закрыть наши глаза на проблемы, допустим, микрорайонов, новых микрорайонов города Дмитрово, где храмов в принципе нет. Да, это вопрос ДЗФС, это вопрос, тоже сейчас строится новый храм на Внуковской улице. Это тоже моменты очень важные. Или даже, допустим, в тот храм, который заложен в честь 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. На вокзале, да? Да, на вокзале. Это тоже те церковные здания, которые уже вплетены в историю нашего города и нашего района. Понятно, но все-таки это новострой, а вот все-таки вот святыня-то, которая, она же действительно Троицкий храм известен. Да, подчас строительство новое, его гораздо легче вести, нежели реставрировать то, что сделано уже в течение 200-300 лет назад. Очень с богатой отделкой Троицкий собор, вот с отцом Максимом мы общаемся и знаю ступени реставрации, очень много лепнины. То лепнины, где-то что, мы где-то даже утеряли вот эту вот технику. Это сейчас очень дорогое удовольствие, может быть, раньше это люди делали очень быстро. Вот этот вопрос еще как бы предстоит решить. Вы его хотите возродить в том былом величии, как он был? Безусловно, да. Не вот просто восстановить, а именно так, как был. Безусловно, и это требует определенного такого... Хорошо, есть еще звонок, слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, хочется поздравить отца Афанасия Михаила Николаевича с праздниками, с Новым годом, с Рождеством, с предстоящими праздниками. И пожелать вам всего самого-самого хорошего, а главное, здоровья. Отец Афанасий, у меня будет такой небольшой вопрос, даже два. Я из нашего прошлого советского человек, комсомольская юность, детство пионерское. Естественно, нас учили, что Бога нет. И вот уже к старости начинаешь понимать, что что-то не так. Так, начинаешь ходить в церковь. Благодаря батюшке, который дал мне литературу очень хорошую, мозги повернулись на 180 градусов. И на столько вопросов я получила ответы. Ну вот еще два вопроса остались, может быть, вы на них ответите. Человек, это же, ну как бы, дитё Божье, правильно? И он его любит. А почему же тогда он посылает ему всякие болезни, неприятности? Я понимаю, что это по грехам нашим дается. Ну а маленькие дети-то, они-то при чем? Они же еще безгрешны. Это первый вопрос. И второй вопрос. Кажется, Златоуст сказал, вот я тоже в этой книге прочитала, но утверждать не буду, что человек в своей жизни должен мучиться, страдать, всякое там горе переносить. Но опять же, Бог же создал своё дитё человека. Он же его любит. Зачем же? Он же призывает к любви, к радости. Вот никак не совместится у меня в голове эти два понятия. Понятен ваш вопрос, да? Спасибо большое. По-моему, как имя-то? Не представлюсь. Да, вы не представили, я жаль, очень. Очень рад тому, что для вас открывается мир православной веры. И хоть и вы родились в Советском Союзе, надо сказать, что и я родился в Советском Союзе. И сейчас для вас очень интересный период жизни, потому что вы можете для себя приоткрыть и узнать православное мировоззрение. Это очень важный момент, потому что православная вера даёт кругозор полный, то есть отвечает на все вопросы, возникающиеся в жизни человека. Начиная от того вопроса, который вы задали о болезни, страданиях и смерти, в том числе и взрослых, и детей. И заканчивает вопросом по мчениям и страданиям человеческим. У нас в Дмитровском районе, по благословению Владыки Митрополита, я хотел бы дополнить свой ответ. В храмах Дмитровского района, в некоторых храмах, это Троицкий собор города Яхрамы, это Казанский храм города Дмитрова, это Сретенский храм города Дмитрова. Есть библейско-богословские курсы, которые проводят духовенство этих храмов. Эти курсы как раз и направлены на то, чтобы помогать людям, которые сейчас приходят к вере. Да, я не касаюсь, допустим, вопроса с детьми, учениками. Этот вопрос отлажен с управлением образованием и даём возможность изучить детям основу православной культуры. Но вот тем людям, которые находятся уже в возрасте, которые уже сформированы, которые для себя хотят что-то узнать, чтобы это без какого-то смущения, вот эти вот храмы, пожалуйста, вы можете для себя подчеркнуть ещё что-то очень много важного и нужного. Надо сказать, что о каждом человеке существует промысел Божий. Вот по определению православной церкви промысел Божий – это забота Божия у человека, когда Господь поставляет человека в такие жизненные условия, да, даёт те испытания, при которых максимально возможно обращение человека к Богу. Конечно, это могут быть и болезни, и трудности, и какие-то страдания, но вот эти вострадания Господь дал человеку ещё находясь после, сразу же после греха падения в раю, да. Мы помним, что Господь ввёл Адама и Еву в прекрасно сотворённый мир и сказал, что раститесь, множитесь, обладайте этой землёй и прославляйте Бога. И в то же время Господь сказал, что если вы нарушите вот заповедь, которую дал первым людям Адаму и Еве, вкусите вот этого плода, то будете смертью умрёте. Вот слова Божии, они являются вечными. Вот, допустим, если у нас в человеческом плане мы можем даже принимать какой-то закон один, потом изменять второй, третий, то слова Божии, они имеют вечную силу. Вот мы смотрим смену времён года, да, после зимы начинается весна, произрастает трава. Почему она произрастает? Потому что Господь сказал в раю, да и произрастёт, были травмы. Вот эти вот слова имеют вечную силу. И вместе со первородным грехом, который совершили наши прародители, в мир вошли и смерть, и болезни, и неустройство, и наша человеческая природа как таковая, которая у нас с вами одинаковая. Да у нас, может быть, разные лица, но природа у нас одинаковая. И в нашу природу уже вошёл грех. Это вот можно увидеть, если посмотреть историю человеческого рода, да, очень много и недостатков, и войн, и убийств, и болезней, и так далее. В нашу человеческую природу вошли эти не, к сожалению, эти не совершенства. Но вот вы указали, что Бог есть любовь, что Бог создал человека для блаженства. И сегодняшняя наша встреча с вами, посвящённая празднику Рождества Христова, очень хорошо отвечает вам на этот вопрос. Потому что, видя те страдания, которые человек сам на себя, в общем-то, навёл, сам Адам и Ева, сам человеческий род, нарушил первую заповедь Божию, заповедь послушания. И вот, видя вот это наше несовершенство, видя наше страдание, Господь умилостился, милосердился и воплотился, стал таким же маленьким ребёночком, который вот мы сегодня празднуем, Рождество Христово. Стал человеком, принял, будучи Богом, будучи всесильным, принял в себя нашу немощную природу, с нашими немощами, с нашими неукоризненными недостатками. И более того, ощутил на самом себе и страдания, и саму крестную смерть. И в то же время, вот, любовь Божия проявилась как раз очень ярко в том, что Господь вместо вот этих, в ответ на эти нечеловеческие страдания, которые человеческий род Ему отблагодарил, так сказать, за жизнь саму, «Господь нам дал жизнь вечную». Вот нужно всегда нам помнить, что нынешним веком, нынешней жизнью наша жизнь не заканчивается. И Господь, видя наши и труды, и страдания, и болезни, конечно же, даст лучшую участь и в будущей жизни. И сам показал пример вот такого и сострадания, и любви. Это является величайшим промыслом Божьим. С другой стороны, хотел бы вам сказать очень замечательную вещь, что Господь не только человека и создал, и, так сказать, дал ему возможность возрастания духовного, Господь дал человеку еще возможность молитвы, возможность участия в таинствах церковных. Вот вы сами себя спросите, а сколько вот время назад вы исповедовались, причащались в тайн Христового тела, крови Христовой? Как часто вы соборуетесь, как часто вы исповедуетесь? Вспомним историю Иова Многострадального, да, который каждый день вставал и начинал свою молитву в молитвах о детей, о своих близких, о своих, значит, знакомых, о тех людях, которые ему дороги. Подчас, вы знаете, мы не дорожим вот этой возможностью молиться, просить у Бога милости и быть охраняемым его великим промыслом. Понятно, но я думаю, все равно, ваш ответ, наверное, все-таки не удовлетворил наше телезрительство, потому что вы до конца так вот и не ответили, то есть это все понятно. Но я, например, тоже не могу понять, ребенок с чем виноват, в чем он, он еще ничего не согрешил. И бывает, что у глубоко наборных людей рождаются больные дети. Я понимаю, то есть когда люди, атеисты, допустим, у них, их может божник накарать, атеисты что? И почему, допустим, он не покарает бандитов, почему он убийц не покарает, педофилов? Знаете, вот в чтении, в паримийном чтении на праздник крещения Господня, который будет у нас вот буквально через несколько лет, есть такие замечательные слова о том, что мысли Божьи и Божий промысел, мысли божественные и мысли человеческие настолько различаются между собой, как различается земля от неба. И Господь, ведь мы видим человека в сегодняшний день, в конкретный момент, мы не знаем его сердце, его душу, его ум, разум, а для Бога все это открыто. Для Бога нет ничего сокрытого в человеке. И, наверное, мы верим в то, что Господь дает те трудности, те болезни, чтобы и наградить в дальнейшем, и дать лучшую участь человеке. Вот вы знаете, очень такой есть общий пример понимания промысла Божия. Вы даже можете вот каждый в своей жизни его увидеть. С нами случаются какие-то события. Сначала мы думаем, что это великое наказание, что бывает так, что страшные события случаются. А потом через некоторое время мы понимаем, что Господь был настолько милостив, столько от нас избавил каких-то других моментов, провел таким мудрым путем по жизни и даровал нам такое душевное успокоение. Цель жизни человека. Цель жизни человека. И об этом нам показывает Господь. Очистить свои души и приготовить ее к вечности. И для достижения этой цели Господь и дает нам возможность где-то и пострадать, и помолиться, и понести свой крест, так как Он нес свой крест на Голгофу. Так, хорошо. Есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос к вам. Вот иногда в церкви, ну совсем молоденькие священнослужители, и они пытаются меня чему-то вот научить тому, когда мне вот в 60 лет, ну мне уже смешно его слушать. Вот как быть в таком случае? Это первый вопрос. И второй вопрос. Иногда вот хочется идти в церковь, но иногда ну совсем ноги туда не идут. Вот это как? А чему они вас учат? Нет, ну вот они говорят о жизни, о богатом жизни. Ну может быть с таким назиданием, наверное. Ну обо всем буквально. Мне кажется, я все равно больше его знаю. Хорошо. Как звать вас? Мила. А, ушел уже звоночек. Как вас зовут? Людмила, я сказала. А, Людмила. Хорошо. Да, Людмила, спасибо за вопрос. Действительно, в штате благочиния мы видим, что есть много молодых священников, они приходят на открывающиеся храмы. Подчас это храмы, требующие большой реставрации или большого такого труда, подвига от священника. Надо сказать, что 95% духовенства в Дмитровском благочинии имеют достаточное духовное образование. И мой призыв, конечно, и к батюшкам, и к пастырям священническим, что вот их проповедь, их научение, оно должно в первую очередь основываться, и мы к этому тремимся, стараемся, на словах священного писания, на словах богослужения, на том духовном опыте, который есть в церкви. Вы знаете, бывает такое, что, традиция такая, что прихожанин, человек, вот, допустим, в любом возрасте, в каком он не призван в церковь Христову, духовно окормляется, то есть идет на исповедь, получает какое-то назидание, какое-то наставление к тому священнику, который дает это назидание. То, знаете, священник, каждый священник не ищет себе паству, вот, ты, значит, духовное, чадо мое, ты, ты, ты и так далее. Это неправильно. Но духовника, священника, который вас ведет по духовной жизни, вы ищете сами. Вот это вы должны запомнить. Вы можете подойти к одному батюшке, ко второму, к третьему. Кто-то имеет, помимо духовного образования, светское, кто-то имеет различный еще житейский опыт, вот, кто-то постарше, кто-то помладше. Вы знаете, бывает и молодой священник, который от чистоты сердца говорит вам и словами священного писания, самое главное, и своего такого духовного опыта. И бывает, что вот их советы очень интересны, и вас, как вот христианина, как прихожанина, удовлетворяют в вашей духовной жизни. Вот обратите на это внимание. Не священники ищут себе, так сказать, духовных чад, людей, которые у них исповедуются, а вы постарайтесь найти такого священника из числа духовенства, который бы вам был полезен в вашей духовной жизни. Ну, то есть, на службу можно приходить в ближайший храм, который вам... А вот исповедование только исключительно того человека, который вам близок, да? Да, собственно говоря, вот бывает исповедь, а бывает вот такая духовная беседа, когда вы поисповедовались, но какие-то духовные вопросы вас волнуют, вам являются первоочередными, то, пожалуйста, найдите того священника, который бы, как бы, был бы вам интересен, был вам полезен. Я думаю, что такие пастыри, такие священники есть в обогачении. Поэтому здесь вопрос во многом также касается и вашей самостоятельного такого выбора. Бывает такое, что по второму вопросу, Людмила, вы задали, что когда-то хочется идти в храм, когда-то не хочется. Есть такие моменты, я различаю, когда человек по состоянию здоровья, да? Вот давление или тяжело, или трудно, или еще какие-то болезни, то, конечно, в эти дни вы уже сообразно со своими возможностями можете почитать Евангелие или совершить там молитву, почитать апостол, псалтырь, дома находясь в эти часы службы. Но бывает еще такая вот духовная леность. Об этом пишется в Евангелии. Об этом говорится, что Царство Божие восхищает нужницы. Нудится и нужница восхищает ей. То есть, Царство Божие берется трудом, усилием, силой. Вот не нужно ожидать, чтобы вот явился ангел Господень, который позвал бы вас в храм. Но нужно себя к этому понуждать. Не принося какого-то вреда здоровью, но где-то вот нужно себя понуждать. Потому что, ну, вот есть такой термин в нашей духовной жизни, как правило. Есть вечерние правила, вечерние молитвы, утренние правила. Сама этимология слова правила в древности это мера длины, ну, допустим, метр из строительных инструментов. Вот по этому правилу меряется, или как сейчас правило говорят, да? Поэтому меряется. Так вот, есть такое правило молитвенное, которое христианин должен совершать, стараться совершать ежедневно. Тоже себя к этому нужно побуждать. Так что тут духовно рассуждайте, как вам будет полезно. Понятно. Отец Испанасий, вопрос. А вам приходилось исповедовать, например, убийцу, который приходил вам и исповедовался о своем тяжком грехе? Вопрос духовной исповеди, в вопросе духовной исповеди мы должны в первую очередь понимать, что священник хранит тайну исповеди в течение всей своей жизни. Никогда и никто не может узнать, о чем была исповедь. Это вот особенно обращаясь к тем людям, которые делают первые шаги в храме Божьем, которые только что пришлись в церкви, тут смущаться не нужно. И в этом нам пример наши святые новомученики, которые в то время послереволюционное были и исповедниками веры, и исповедовали, и трудились, и порой приносили себя в жертву. Что касается таких тяжких грехов, ну, конечно, я думаю, что каждый священник испытывал на себе вот такие... Есть такой духовный опыт. Вы знаете, тут важен момент искренности человека. Нет такого греха, который Господь бы не простил, кроме как хулана Духа Святаго. Но важно человека, насколько он хочет исправиться. Бывает так, что человек приходит только бы сказать и уйти, ничего с собой не делая. Вот духовная жизнь – это огромная тяжелая внутренняя работа над самим собой. Даже вот в народе нашем есть такая поговорка, что тяжелее всего кормить родителей и молиться. Потому что это внутренняя работа. Свидетелем этой внутренней работы являетесь вы сами. Никто больше. Бог и вы сами. Поэтому в исповеди важна искренность и желание, решимость исправиться и наставиться на путь на родителей. Так, хорошо. Есть еще звонок. Слушаю вас, говорите. Простите, батюшка, это предыдущая зрительница вас беспокоит. Я не представилась. Меня зовут Елена. Да, Елена. И у меня еще один вопрос возник. Господь говорит, что не надо любоваться собой. Ну, с этим я согласна. Не надо любить красивые вещи. А как же быть, когда ты присутствуешь в музеях Петербурга, дух захватывает от рук человеческих, которые все это сотворили. Разве это грех такую красоту любить? А когда ты себя одеваешь не в какие-то там лохмотье, вытянутую кофту, а прилично по современной моде, это тоже грех? Я вот собираюсь на исповедь. Значит, я должна говорить, что я люблю красиво одеваться, красиво квартиру обставить. Это грех? Вот непонятно мне это. Я все равно даже после этого все равно, наверное, не одену вытянутую кофту, а буду одеваться так и как положено. Хорошо. По моим мыслям. Спасибо. Спасибо, Господи. Вопрос очень интересный, касающийся, наверное, многих. Вот, вы знаете, я в Лавре, когда мы проходили свой курс обучения, был такой, и он сейчас жив, был замечательный духовник, троицы Сергея Лавры, архимандрит Кирилл Павлов. И к нам приходил на классные часы, старался с нами общаться, говорить, несмотря на телесную немощь, возраст, всегда старался приходить. И вот, такая есть интересная история с ним связанная. Женщина ходит в храм и старается вот как-то нарядиться, украситься и как-то себя приукрасить, да, показать. Вот. И он сказал, знаете, что ей? Вот вы стремитесь, старайтесь, как батюшки, одеваются в красивые одежды, в красивую ризу, допустим, воскресенье желтую, в троицу зеленую, в богородичные праздники, голубенькую такую, старайтесь одеваться. Вы знаете, я считаю, что в храм Божий, перед лицом Божиим, мы должны одеваться, во-первых, целомудренно, да, к этому стремит, к этому указывает нас, наша духовная традиция, да, старайтесь не одевать брюки, если я вот говорю, для всех, да, мы покрываем голову платочком, но нужно быть всегда опрятным, аккуратным, красивым. Вот когда я посещал паломнические поездки Афон, вот афонские монахи, они всегда опрятные, красивые, никогда не позволяют быть какой-то неряшливости в своем виде, потому что ты должен понимать, что ты всегда предстоишь перед Богом. Что касается вот посещения Санкт-Петербурга, я буквально сам там был не так давно, и мы посещали Исаакиевский собор, Казанский собор, действительно, красота просто захватывающая. Красота храмов божиих, красота иконостаса, красота иконы, отражение красоты внутренней в человеке. Вот только человек, наверное, имеющий какие-то внутренние высшие духовные переживания, может изобразить такую замечательную, красивую икону, как изображал преподобный Андрей Рублев. Красота храмов Санкт-Петербурга или вот нашего Успенского собора, других наших храмов, это отражение красоты, внутренней красоты духовной тех людей, которые строили и которые возводили этот замечательный храм. Что касается существа, вашего вопроса, то я мог бы сказать, что есть красота видимая внешняя, красота, которая нас захватывает дух, когда мы посещаем такие замечательные места. Но здесь акцент делается, знаете, на красоте духовной. Вот если вы в своей жизни соприкоснетесь с человеком, который очень смиренный, который человек любит ближнего, который чисто сердечен, который очень целомудренен, вот соприкосновение с такими людьми, с их духовной красотой, вы знаете, наверное, человека научает о том, что есть красота временная, внешняя, а есть красота высочайшая. Отец спрашивает, то, что ей нравится красиво одеваться, и для того, чтобы красивее было уютно. Я не считаю, что это какой-то недостаток. Замечательно. Только делайте так, чтобы ваша красота была целомудренная, чтобы она подходила под посещение богослужения. Чтобы эта красота не приносила никому беду. Хорошо, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Сергей, много работают по району, низкому, очень видно много разрушенных церквей. Будут они восстанавливаться, как бы. По похожему, допустим, отец Александр поселка Луговом очень хорошо отстраивает свой приход, будут вообще под район отстраиваться церкви. вы имеете ввиду отца Александра Юзопольского? полустрою разрухи. Хорошо, спасибо. Вопрос очень важный для всех нас. Владыка митрополит, управляющий Московской епархий, несколько лет назад организовал фонд «Восстановим порушенной святыни». И этот фонд, который занимается реставрацией, реставрацией тех разрушенных храмов, которые еще, к сожалению, остались на территории Подмосковья. Всего таких храмов 250. Это с учетом того, что общее количество храмов в Подмосковной епархии Подмосковья является 1800. Для нашего Дмитровского района в советское время это было 9 незакрывавшихся храмов, сейчас уже 101 храм. В работу этого фонда восстановим порушенной святыни входит 19 храмов нашего района, 9 храмов Трогачевского благочения и 10 храмов от благочения Дмитровского. Работа по восстановлению этих храмов она является ну наверное задачей каждого из нас. Нельзя сказать, что нас это не касается. Ведь всегда наш народ был вселен как миром, всем миром мы делали какие-то важные и нужные вещи для нашей страны и нашей веры. поэтому владыка митрополит призывает к участию в работе этого фонда всех жителей Подмосковья, всех людей, которые неравнодушны к тем святыням, которые еще разрушены. Надо сказать, что работа по восстановлению этих храмов ведется. Есть план работ по мере восстановления. Сейчас созданы рабочие проекты восстановления этих храмов на храмы всех скорбящих радостей в Пересветово, на храм Рождества Божьей Матери в Якоте и храм Рождества Божьей Матери в Селевкино. В Селевкино более того уже ведутся стадии, завершающие стадии восстановления стен этого храма. Вы можете заметить в больших приходах нашего района в Успенском соборе, в Троицком соборе, в Сретенском храме, в Казанском храме. Есть такие установленные ящички для сбора пожертвований. Там и так и написано «Восстановим порушенные святыни». Я тоже призываю всех поучаствовать небольшими сбережениями, небольшой участью, да, может какую-то лепту свою вложить, но вложить в это благое дело. Восстановление храма ведется не так просто. Это очень сложная работа, потому что нужно восстановить так, как это было. Не просто где-то залить железобетон, но выложить кипячом, так как это было издревле. Поэтому такая ведется, работа ведется, и поблагодарить хотел всех, кто в этом участвует, но и призываю всех остальных к участию в благом деле. Конкретно по этому храму вы ничего не можете сказать, По луговому я не готов сказать по этому храму какие там реставрационные работы, потому что это Рогачевский сейчас благочиня, да, немножко, да. Там, насколько я знаю, сделан свод трапезный, вот, это огромная работа была сделана, но не могу сказать, по-моему, этот храм не входит в фонд восстановим порушенной святыни, здесь единственный, как бы, такой правильный и духовно верный шаг, это вот объединиться людям, которые неравнодушны к этому храму, и какими-то мелкими шажками, но Господь поможет, видя вашу веру, видя ваши старания, но самим тоже прилагать усилия к восстановлению храма. Так, есть еще звонок, слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Игорь, я, конечно, не могу сказать, что я прихожанин, но, тем не менее, я верую в Бога, жена моя верует в Бога, и хотелось бы задать такой вам вопрос. Как себя стоило бы вести в такой ситуации, если священнослужитель ведет себя недостойным образом? Не говорю о том, что, опять-таки, подчеркиваю, что я не прихожанин, хотя, по словам знакомых, и в церкви неподобающим образом может этот человек себя вести. Скажите, пожалуйста, как вот себя реагирую в такой ситуации, как вообще повести стоит? Ну, а в чем проясняется? Ответить. В чем проявляется-то? В чем-то это проявляется конкретно? Ну, и конкретно, и не конкретно ситуации. Если меня что-то попросит мой отец сделать, священнослужитель, я сделаю, а я в ответ прошу, меня матюкают, дыхают всеми словами, какими только можно. Вот как себя вести в данной ситуации? Спасибо за вопрос, Игорь. Спасибо за вопрос. Значит, если кратко говорить по этому вопросу, то, в общем-то, ответственны, наверное, за вот такие случаи или такие вот нюансы на территории благочинения является благочинным. Если вы имеете какую-то неоднозначную или там спорную ситуацию со священником, то вы можете подойти ко мне к благочинному, и я как-то постараюсь урегулировать этот вопрос. Это один момент. Священники тоже люди, да, и какое-то замечание, если с вашей стороны прозвучит, я думаю, что оно должно быть воспринято очень трезво и вдумчиво, потому что каждый человек, который так или иначе соприкасается с приходом, с храмом, является тоже паствой священника. Кто-то пришел к церкви, кто-то находится рядом, но жизнь священника, его слова, его поведение, конечно же, является такой проповедью христианской. Поэтому мои двери всегда открыты, и я всегда нахожусь в Дмитрове. Если какие-то спорные вопросы, то, пожалуйста, можете обращаться ко мне напрямую. То есть, если какие-то мирские слабости священные служители допускают, то вас нужно информирует об этом. Ну да, я думаю, что да, потому что если какие-то вы можете сделать замечание, никто вам этого не запрещает, пожалуйста, какие-то вопросы вы можете проговорить. Если как-то это будет воспринято в штыки, то, пожалуйста, конечно же, я могу здесь подключиться и улег какие-то вопросы. Потому что есть на территории Московской епархии дисциплинарные комиссии какие-то, у нас тоже есть свои те надзорные органы, которые следят за пастырями и заботят о своих воспитании, о их поведении. Но вообще случай лишения сана часто? Нет, это крайне редко. Это крайне редко, потому что человек, который поступает, во-первых, получает образование духовное, священническое, он рекомендуется настоятелем, которым он проходил свое послушание до священника. Как вот у нас сейчас от Дмитровского благочения пять человек учатся в Коломенской духовной семинарии. За каждого мы несем такую ответственность потому что мы их порекомендовали к учебе. Они прошли наши какие-то внутренние экзамены наш. Мы знаем, что несколько лет допустим они у нас несли послушание в церкви. Ведь очень важный момент для того, чтобы студенты порекомендовать в семинарию его рекомендуют сначала приход. Вот когда я был еще мальчиком в поселке Судиславль Костромской области это моя родина и там отец мой до сих пор служит в этом храме. Приход сельский в приходе в основном одни бабушки были в то советское время. Но они умели безошибочно определять что вот этот мальчик будет пастырем священником этот не будет. Как-то вот могли определять. Приход мог и рекомендует студента в семинарии в дальнейшую такую работу. Надо сказать, что сейчас 2017 год год столетия революционных событий, столетия тех гонений, которые на себя ощутила русская православная церковь, наш народ православный. И вспомним наши 90-е годы. Подчас церкви отдавали очень много храмов и разрушенных, и снесенных, взорванных и так далее. И в церкви была очень большая нехватка духовенства. И подчас ускоренный курс образования, ускоренный курс получения каких-то необходимых знаний был достаточен для принятия священного сана. Сейчас святейший патриарх Кирилл и глава нашей митрополии владыка митрополита Винали ставят жесткие и четкие требования к рукополагаемому священнике. Это и прекрасная характеристика, и достаточный уровень духовного образования. Отчасти, может быть, я не знаю конкретную историю, что хочет сказать Игорь, но отчасти, возможно, это еще такой остаточек от советского периода, когда еще не было такого духовенства. Понятно. Звонок есть очередной. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, меня зовут Людмила, я хочу поздравить вас, ваших родных и близких, всех наших церковнослужащих и монашесущих с праздником Рождества Христова. Всем хочу пожелать доброго здоровья, радости в жизни, душевного покоя. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот приходим мы в церковь на службу, но, как правило, служба не бывает короткой, и в некоторых храмах батюшка служит один, и хотелось бы на исповеди подольше задержаться, но не получается, поскольку очень много народа, и не каждый может до конца выдержать службу, да, так скажем. Так вот, общую исповедь, ну, как бы, не всем приемлемо. Мне хотелось бы узнать, почему же в некоторых храмах служит один батюшка, и, наверное, те, кто, люди, которые приходят в прихожане с маленькими детьми, ведь тоже проблема, да, достоять до конца службы, и тем более говорят о том, что служба нужно до конца. Пришел в храм на службу, нужно до конца, нужно приложиться к концу, иначе, как бы, это не будет полезно. Вот как вы считаете, как быть правильно, как поступать нам, и почему же в церкви служит один батюшка? Спасибо, Людмила, спасибо, Господи, за вопрос, вопрос очень комплексный, очень многогранный, я бы сказал, потому что вы затронули и вопросы наши кадровые, и вопрос богослужебный. Вот буквально несколько лет назад вышел такой очень пространный, очень необходимый документ нашего синодальной комиссии о причащении, о участии верных в Евхаристии. Этот документ был доведен до всего духовенства, и я сейчас, наверное, для себя такую заметочку сделаю, чтобы провести, наверное, повторный семинар духовенства нашего благочиния, о том, чтобы, о том, как нужно, как необходимо, и какие требования церковь дает тем людям, которые хотят причаститься телу крови Христовой. Вот. Этот документ, который был нам очень важен и необходим, потому что после советского периода, после советского времени, когда в различных епархиях, в различных приходах были какие-то свои небольшие нюансы подготовки к исповеди, нюансы богослужения. Вот вы упомянули общую исповедь, да, это вот очень часто встречающаяся практика в городских храмах в советский период времени, когда священник один на приходе, храмов мало, людей очень много, священник перечитывает перечень грехов, общие исповеди, да, а потом читает разрешительные молитвы, и личного контакта между кающимся человеком и священником, в общем-то, как бы он сводится буквально минимально. Общая исповедь, она возможна, но для того, чтобы ее проводить, наверное, нужно быть святым праведным Иоанном Кронштадтским. Вот когда он проводил общую исповедь, он с каждым не говорил, но его проповедь, его молитва, которая буквально была вот на взрыв, да, она позволяла людям каяться со слезами, со слезами, и потом он читал общую разрешительную молитву, причастник, в которой он причащал, допустим, на литургии в Московской Духовной Академии, Покровском храме, есть такое указание, где-то причащали шесть часов, шесть часов людей причащали, потому что вот столько много было прихожан. Почему один священник на приходе? Вы знаете, приходы бывают очень разные, и подчас содержание второго священника, содержание штата прихода не позволяет иметь второго священника. Но, опять же, это не является какой-то трудностью к такой личной исповеди. Я вот рекомендую и духовенству, и вам, дорогие прихожане, об этом говорить с настоятелями, со своими духовниками, о том, чтобы исповедь была либо после вечернего богослужения, вот, некоторые есть моменты, вот, чтобы вы могли пообщаться и поговорить со своим пастырем. Вот, лучше это делать зараньше. Вот вы как, вот мы стараемся причаститься, мы готовимся три дня, причащаемся, постимся к причастию святых христовых тайн. Мы можем правила к причащению читать не в один день непосредственно перед причастием, но разложить его на эти три дня. Также можно и исповедь, допустим, хотите прочаститься в воскресенье, но можете попросить священника, чтобы отдельно вас поисповедовал, может быть, в пятницу вечером, или назначил какое-то время, или целесообразно, если такие приходы есть одноштатные, и очень много прихожан, целесообразно делать какую-то общую исповедь. Допустим, перед всеначным деньом. Всеначное день и в субботу 17 часов, но в три часа можно провести общую такую исповедь. Что касается самой исповеди, вы знаете, есть исповедь, отчасти она, может быть, и не должна быть такой многословной, потому что человек должен быть сосредоточен, ведь исповедь это окончание какого-то периода духовной жизни человека. Грех нужно увидеть его, и себя осудить, и возненавидеть его, и этот грех, и иметь решимость его больше так не делать, то есть какая внутренняя работа, и потом ты только говоришь об этом, каешься священнику, и священник разрешает тебя от этого греха. Но есть такое понятие, как духовная беседа, вот, и чтобы не ловить на себе взгляды людей, которые хотят поисповедоваться, да, ты много времени занимаешь на исповеди священника, можно договориться, пообщаться с батюшкой, что батюшка уделил какое-то отдельное время, можно к вам подойти, пообщаться, поговорить, на ту духовную беседу, на ту тему, касающуюся вот ваших духовных потребностей. Я думаю, что это будет правильно. Понятно. Отец Павлович, у нас сегодня получилось такой достаточно философский прямой эфир, а тем не менее, впереди идет крещение Господня, как благочинник готовится к этому празднику, время у нас немного, поэтому если коротко, где будут организованы Иордании, какие меры безопасности будут предприняты, пожалуйста. Вы знаете, у нас с администрацией района этот вопрос очень-то гармонично, уже не традиционно решается всегда, решается на самом лучшем, хорошем уровне. В Дмитровском вестнике указаны те места купания, места освещения воды и места купания для желающих, которые будут оборудованы необходимыми средствами безопасности, традиционные это же Стылева, это Ильинская, значит, это Зерецкая тоже самое, но это в прессе вы можете указать, увидеть эти перечень этих водоемов, да, там, где будет указано. будет ожидаться, естественно, погода морозная, вот, самый главный момент относиться к этому не как к какому-то вот развлечению, а как с таким духовным содержанием, чтобы это было сопряжено с определенной молитвой. Если есть священник, а я думаю, что он будет практически во всех местах нашего купания, то он совершит великое священие воды. Если не будет такой возможности, но каждый из вас почитайте Евангелие, хотя бы то Евангелие, которое повествует о крещении Господа нашего Иисуса Христа. Хронологически от Рождества Христова до момента крещения Господня прошло 30 лет. Для нас это буквально в границах одних святок. И крещение Господне является его вот таким выходом на общественное служение. Вспомним картину Иванова, явление Христа народа, которое произошло как раз в момент крещения. Все агнец Божий, который вземлет грех мира. С другой стороны, нужно обязательно посоветоваться с врачом, если есть какие-то противопоказания. Не обязательно тут нужно во что бы то ни стало нырнуть в крещенскую купель. но с молитвой, с благоговением не нужно допускать какого-то безудержного веселья в эту ночь крещенскую, потому что на самом деле, как в церковном дне это располагается, мы служим в сенышные бдения по приходам с 5 17 часов примерно до 20 до 8 часов, это вечерняя служба, и потом совершаем освящение, великое освящение воды в 0 часов, и собственно говоря, для тех, кто хочет причаститься, для тех, кто хочет посетить литургию божественную, мы уже постимся христическим постом, то есть мы уже не вкушаем никакой пищи и так далее, но стремимся попасть 19 числа на праздник крещения Господня. В Дмитровском Успенском соборе традиционно совместно с управлением образования Статьяна Юрьевна Доженко будет совершаться еще такой вот специальный для наших детей, для наших школьников, которые в учебной программе для себя открывают основу православной культуры, мы будем совершать отдельную службу, освящать воду, и каждому, каждому, кто придет в собор, будем вручать небольшой сосуд крещенской воды, которую мы сохраняем как великую святыню. Вот не нужно как бы так, чтобы у нас не терялось благоговение к этой святыне, это вода, которая обладает особой благодатью Божией, которая спасительная, как это пишется в нашем богослужении. И поэтому для всех нас желаю с благоговением встретить праздник крещения Господня, получить святую воду, агиасму, старайтесь не толкаться в очереди, не шуметь немножко, старайтесь благоговением получить эту святыню и, что самое главное, ее используйте в своей духовной жизни. Как вот я бы советовал, рекомендовал каждому из вас, нет возможности в каждую квартиру прийти священнику совершить чин освящения святой крещенской водой, сами покропить воду. Прочитайте тропарь к крещению, покропите святой водой свое жилище, свою квартиру, это будет тоже необходимым атрибутом праздника крещения Господня. Кстати, отец Афанасий, тот, кто не выписывает дмитровский вестник, может информация о месте купания будет размещена на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте в социальной сети. Так, ну, как бы этими добрыми пожеланиями мы развершаем сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был благочинный церкви Дмитровского церковного округа Протерей Афанасий. От вашего имени уважаемые дети, я благодарю отец Афанасий за участие в нашем прямом эфире. Позвольте желать вам успеха в вашем служении Богу. И мы с вами прощаемся ровно на неделю. В следующий четверг гостем студии станет заместитель начальника Дмитровского МВД Олег Владиславич Кудряшов. На сегодня все. До свидания. До новых встреч. Спасибо, Господи. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»